Сегодня я такое видео вам запишу, которое я еще никогда не записывал. Я никогда не делал ничего подобного, только практиковался, если я купил специальный хромбук, 14 дюймов. Классный планшетник, типа планшетник, только хромбук. Специально для работы, сейчас вам покажу, чтобы было удобнее бронировать грузы и сегодня я собираюсь бронировать первый груз. Я, возможно, вам вставлю как-то отсюда, как происходит все, что у меня здесь, что за ладборд, как она все ищется. Я вам сейчас немножечко покажу все. Сейчас подключу интернет. Интернет с телефона очень удобно, классно раздается. Мы домой жене купили, чтобы она занималась этим, как жена у меня будет диспетчером. Домой купили новый mac, м1 процессор, крутой, классный. А этот, конечно, отвык я. У меня дома компьютер тоже хороший, игровой, Alenwar. Телефон, в принципе, YouTube, да, iPhone. Здесь, я понимаю, он слабый был 400 долларов по акции за 200 хустбай. Кто хочет покупать, я не знаю, может, акция, наверное, закончилась. Тем не менее, можно купить за 200 Ван. Но, в общем, я сейчас покажу, что у меня здесь вообще есть. У меня здесь много чего есть. Но самое главное, у меня за что я плачу, ребят, 1000 долларов в месяц с налогами 988 долларов. В Канаде это ужасно дорогой ладборд. Это очень много. Для сравнения в Штатах там регистрация, да. Для сравнения в Штатах, это существенно дешевле. У них там классный ладборд до 175 долларов. Да, это американский, но все равно вы понимаете. Вот, допустим, как там видно. Сейчас, допустим, я взял. Нажимаю. Из Монреаля вот так вот. Примерно покажу. Долго показывать не буду, чтобы вы вообще понимали, какой интерфейс. Вижу солнце, отсвечиваю так по-разному. То есть, вот я нажимаю, что мне нужно. Делаю пост-трак. Я, наверное, как-нибудь обязательно сделаю это именно видео. Как конкретно ищу груз. Сегодня больше не о том, как я ищу груз, а о том, как мне надо искать. Супер, груз у меня авторитет только свой. Свою авторитет только первый месяц. То есть, мне скорее всего, сейчас я буду звонить. Скорее всего, мне будут отказывать в грузах. Потому что, ну, новая авторитет, и не каждый хочет с ним работать. Я застрял. Я, получается, застрял по работе. Ждал растаможки. И сегодня уже среда. Я еду первый раз, кстати, в Хорбек, в Монреаль. Никто не был. Еду в Монреаль. В холодильник завелся. Везу мясо для косты. И не значит, смотри будет хуже слышно. И поскольку застрял, повторюсь, сегодня среда, выгружаюсь и в четверг. То я на выходные, я ж не работаю на далекие рейсы. То на выходные, чтобы не застрять, я держу в Монреаль. Я буду себе искать груз на Торонто. Это всего-навсего 600 километров. Мне диспетчер, я работаю, да, с диспетчерской компанией. Вот сейчас прислали. Груз такой-то тысячи долларов стоит. Это 600 километров, тысяча долларов. 400 миль, тысяча долларов. Ну, как бы, по Канаде денег не заработать. Если работать мне через границу, как бы, да, то мне просто вернуться домой. Чтобы вы понимаете. Спасибо им. У меня теперь есть, как бы, приблизительная сумма, на что можно рассчитывать, что можно спрашивать. То есть, вы понимаете, если я должен заплатить комиссионное, да, как-то за диспетчерство, даже со своим авторитетом. То есть, я сейчас буду смотреть, если я возьму, может, чуть-чуть дешевле, чем тысяча долларов или даже тысяча. Но, давайте поставим коронтон. Чуть-чуть дешевле, то мне все равно будет выгодно, потому что мне не нужно никому платить. Этим вообще будет заниматься у меня жена, но на данный момент у нас так подставила дорогущая фигня за тысячу баксов. Я имею в виду не компьютера, а лодлинг, как называется. Дорогущая эта фигня. Она может работать только на одном компьютере. Это за них отдельное надавительное дело. Это просто, на самом деле, какая-то капец. Так, сегодня у нас какое число? Двадцать второе. Значит, мне нужно на двадцать третьего. Кстати, дата у них тоже только одна выставляется. Я не могу поставить, что я еще груза, например, двадцать третьего, двадцать четвертого или двадцать пятого. Она сама показывает. Но дата выбирается одна. Так. Что хорошего, сразу могу сказать. Мне на завтра предлагают на Ритвер двадцать два груза. Давайте я еще раз покажу вот так. Двадцать два груза. Цен здесь никаких нет. Нужно звонить и узнавать. И хорошее то, что соотношение. Я еще за последние тридцать дней было здесь показывает 6 тысяч четыреста траков. Искали груз из Монреаля в Торонто. И грузов было доступно три с половиной тысячи грузов. Конечно же, это не прям хорошо, но тем не менее, это не прям плохо. И так, и так, и так. Вот смотрим еще. В общем, давайте я сейчас буду смотреть и скажем, где на ваши запросите. Я попробую что-то найти. И когда я уже буду звонить. Все, послушаем. Я никогда еще не звоню. Так, пока там журнал регистрирует меня в схеме, я буду звонить другим. Я еще не знаю. Самое интересное, что у меня есть, да? У меня тут какой-нибудь... Надо узнать другим. Сортировка очень мне нравится. Так, вот Трайдем нужен. Это три оси. Еще один Трайдем. Вот здесь у нас 20-мой. Эстэншкин 20-мой. Есть Трайдем. Есть Трайдем. Ну, как бы вкусно, то ведь я не знаю. Я не знаю, как он тратится сам. Да, но на данный момент у него ничего нет. Я вдруг платил, правда, журнал говорю. На данный момент у него ничего нет. Эту пьюсу не забрали. За нее авторити я вынимаю. Я больше даже не буду говорить. Я за второго раза выношу. Всем вообще кофе. Кто не захочет, тот мне и не даст груз. Да и все. Здесь есть у меня марк такой, что я поговорил. Ставлю, что я поговорил. Да, не так. Первое было страшно. Второе это не так. Сейчас уже все просто выбираешь. Сейчас напишешь все. У меня полнякой, кстати, было напармач. А что я напармачил? Я говорю английский очень хорошо. Я не знал. Между соперницей. Чтобы не париться. По крайней мере, уже не страстно будет идем дальше. Пройдем. Вот. Вам здесь не видно. Да, я думаю, не видно. Знаете, вы будете мне пока доверять. То, что я тут делаю. Первый смотришь. Есть там какой-то... Например, едет в Брэнфорд. Ну, мне это не особо надо. Это полтора часа. Вместо, где я паркую траш. Очень умиленький. То есть, следующий... Это Грайдэм. То есть, следующий... Ивнин. То есть, завтра вечер. Мне тоже неинтересно. Опять реакция. Один от Трифакс. Вот здесь еще один. А, 27 число. Все проходит. С этим я разговаривал. Еще один есть. Здесь какая-то непонятная. Ему надо с Торонто. С Монреаля в Торонто. Но ему нужна Тим. Тим... Тим... Вот я так покажу. Тим Фрозенхит. В общем, написал все, что знал. Зачем Тима тебе нужно будет ехать вдвоем 600 км? Это... Не вставая нужно сделать. Это же с СОУДИН. Ну... Мне это не нравится. Короче, ребята, так получается, что... Это видео будет... Я бы сказал, оно будет такое, как есть. Но нет. Я все-таки, когда запромируется первый груз, я это продолжу. Это чтобы вы понимали. И я понимал, что это не просто взял, позвонил и поехал. Со всеми крокерами нужно делать новый сетап аккаунт. У меня в машине очень жарко. Потому что с рядом будут парковаться. И сегодня, повторяясь, среда. Они... Мои диспетчеры, с которыми я работаю, они с меня берут небольшой процент. Но... Потому что мои авторики, тем не менее... Я хочу сам себя бронировать. Они мне дали... Это тысяча долларов. Что, как оказалось, я сейчас вот с ними... Как бы... Спорил, что мне дорого. То есть, дешево получается. Ехать по обратно. Только потом назад. И он сказал, что он ошибся. Это все-таки Онтарио. То есть, получается, мне пробег на 150 км меньше. И, в общем, пикап в сторону дома. Самое интересное, что выгрузка у меня будет в 6 утра в пятницу. Я хочу, чтобы я в 6 утра в пятницу сделал delivery. Надеюсь, в 10 я буду свободен. Я в пятницу посвящу, чтобы записать вам видео. Чтобы сделать setup с некоторыми брокерами. Если это все возможности так работать. И, соответственно, чтобы запронировать себе на воскресенье или на понедельник выезд. Пока что так. Пока неудачно. То есть, то, что мне заплатят деньги за груз. Это я уже удачей не считаю. Это, как бы, часть работы. А хотелось, конечно... Хотелось, конечно, взять самому груз. Но я только начал. Только первые недели. Так что, буду еще брать. И очень много. И не только для себя. Но самое главное... Начать. Самое главное начать. Все теперь прячем. Все теперь прячем. Наверное, кстати, перекушу. Все уже здесь. Час снят. Так что, вам, значит, будет продолжение. Не знаю, в этом видео или в следующем. Может, сделаю это, чтобы было хоть как. Чтобы вы понимали, что не все так просто, не все так гладко. Что есть тоже нюансы. Теперь уже добавилась работа. Это все на перспективу. Это сумма моя, которую я сейчас получу в месяц, достаточно большая. Большая, большая сумма, которая прячу в месяц, чтобы быть на плаву. Вот так, вот так. Один трейлер стоит арендовать на 2,5. Страховка 2. Плотборд 1000. Понимаете? Еще это я еще сюда не посчитал. Мейнтенс. Нужно и откладывать 2000. В общем, парковка еще 600. Короче, это капец. Это много. Плюс у нас есть домашний расход. Нужно зарабатывать деньги. Это все на перспективу. Когда будут работать люди, то мои затраты, в принципе, останутся. Они смертные. Хорошо. Далеко разглагольствует. Вы видите, он сейчас думал, сяду, запишу видео, как я бронирую первый груз. Я его, наверное, и запишу. В смысле, вы его, наверное, увидите. Но не забронировал. Ничего страшного. Все получается только у того, кто ничего не делает. Так что давайте. Нажимайте лайк, если вам видео понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!